Человек шел по эскалатору вниз и в результате спустился за минуту. В следующий раз он тоже шел вниз, но в два раза быстрее, то есть бежал. И спустился за 45 секунд. Скажите, пожалуйста, а если бы он спускался по эскалатору просто стоя, неподвижно на эскалаторе, сколько бы времени занял путь? Есть три варианта. Один вариант, когда он идет, другой вариант, когда он бежит, и третий вариант, когда он стоит. Когда он шел, это было за минуту, бежал за 45 секунд, вопрос, со сколько времени он стоял. Да, пожалуйста. 3 минуты. Почему? Задача по математике. Значит, надо составить уравнение, значит, надо, что называется, решить. То есть это несложная, но тем не менее задача. Полтора минуты. Молодец. В 3 за скорость эскалатора принимаем х, за скорость, которую мы будем изначально. Так как 2 минуты на секунду, на секунду, на секунду, на секунду, на секунду... Кстати, а все знают, почему скорость любят обозначать пуху V? Какое английское или латинское слово обозначает скорость и приедет на букву V? Велоси. Да? Круче. Маг. Велосити. Абсолютно верно. Замечательно. Да. Вообще, латинских много, и поэтому, конечно, не обязательно писать эти индексы, когда можно просто написать так. Так, значит, давайте разбираться. Х – это скорость, с которой человек движется. Соответственно, 2х – это двойная. У – это скорость движения эскалатора. Отлично. Да-да-да, пишем-пишем. 45 и... Ну-ну-ну, так уж и. Во-первых, четверка пишется не так. Очевидно, не так, да? Посмотрите просто. Написание цифры 4. Вот вы, заметьте, пожалуйста, это системафически скажет вот. Цифра 4 пишется так, чтобы ее нельзя было написать, воспринять, как написанную с ошибкой единицу. Четверка должна очень сильно отличаться и от буквы у, и от единицы. Так, что у нас тут? Да, 60х минус 90х – это минус 60у плюс 45у. Показали, что мы знаем отрицательные числа. Молодцы. Показали дальше. Мужели надо разделить на 15, правда? На минус 15. Ну да-да, на минус 15. И что у нас получится? А, вы не умеете дальше? Да, дальше мы. Как интересно. Слушайте, а вы какой класс имеете? Седьмой. А? Седьмой. Седьмой класс. Кто поможет семикласснице? На минус 15. Игромно скажет, как невозможно. Минус 15. Так, вот там девушка советует вам написать не 30х, а 2х. 2х равно у. А, а вот дальше у вас беда. Дальше вы не знаете, что делать. Отлично, садитесь. Господа, смотрите. Фактически она сделала всю работу. Реальный рабочий, который делает все, а за зарплату посылает другого. Вот давайте, кто выйдет с зарплаты? Напоминаю, что нужно сделать. Нужно узнать, за какое время на эскалаторе проехал бы человек, если бы он стоял неподвижно на эскалаторе? За какое время закончилось вы его движение? Она уже поняла, что y, это собственно скорость движения эскалатора, равняется 1х. Давайте я получу зарплату. Нельзя, Коля, тебе нельзя. Маленьких не обижать. Да. Понятно? Походите. Да. 3х равно 60, а значит, x равно 100. Ух ты. 3х это 60, значит, x это 180. Хорошо. Ну, там скорость, там все наоборот. Сильно сказано. Скорость, там все наоборот. Значит, если 3х это 60, то x это 180. Спокойно, спокойно. Дальше что? А y2x это 360. Это x равно 60. Это, конечно, полный выжить. Он разрешил на себе перепутать скорость и расстояние. То есть, внутри у него есть какое-то представление о том, что скорость и время, они как-то вот, что называется, да, если быстрее двигаться, то вообще ты потратишь меньше времени. Вот. Но написано это, конечно, совершенно ужасно. Давайте мы даже просто вот сотрем это для того, чтобы просто вообще-вообще никто-никто это и не заметил. И сейчас поймем, почему она не решила задачу. Потому что на самом деле, когда составляла равнение, она забыла, по какой причине x плюс y умноженное на 60 равнялось 2x плюс y умноженное на 45. А причина-то была очень простая. Это же была расстояние длина эскалатора. Смотрите, двигаясь со скоростью x плюс y 60 секунд, проходим длину эскалатора. Двигаясь со скоростью 2x плюс y 45 секунд, проходим ту же самую длину эскалатора. А теперь смотрите, что нам нужно узнать. Нам нужно узнать величину L разделить на y. Когда мы неподвижно стоим, то движется только эскалатор. На что нужно узнать L разделить на y. Отлично. Как это делать? Очень просто. Хотите сюда, вместо x подставьте y пополам. Хотите сюда, вот давайте так, вот сюда вот, 2x это y. Подставим в это равенство. Получится так, вместо 2x пишу y. Получится y плюс y умножить на 45 это L. Другими словами, 90y это L, значит L делить на y равняется 90. 90 возьмите секунду. То есть получается ответ. Какой получается ответ? Полторы минуты.